Слушай, опять. Ну, в общем, я поговорил с батюшкой, он сказал, что будет принимать меры, чтобы меня оградить от прочих православных, чтобы я им не это самое, мозги не пудрил. Вот так. Я говорю, ну я из любви, говорю, предупредил, потому что, говорю, сколько воюют против Алабкина, что-то Господь метлой паршивой с дороги очищает и все. Я говорю, бойся, отец, бойся. Как бы не получилось, что ты противником станешь. Ну, в общем, никакого разговора. Он убитый. Я вот советовался с сенерским обществом, то есть, ну, этими, которыми их, потом сейчас едут они нашу епархию, то есть, расформируют. Значит, была, как была раньше, ханты-мансийская, это убрали, Нягонска, Верхотурскую. Я говорю, ну-ка, все по Крылову, все, все делайте. Что по Крылову? Ну, говорю, как, не садитесь, музыканты не годитесь, вот и все. Ну, в общем-то, вот такой разговор. Все. Будет воевать он против меня. Вы воюете, пожалуйста. Все. Другого-то и не ждали мы. Да я и другого не ждал, да. Почему сказано родиться свыше? Если этого нет, то ему ничего не докажешь. Ему надо питаться чем-то. Поэтому свечи, все за деньги и прочее. О смерти не думают, об ответственности не думают, Библию в руках не держат. А люди еще, батюшка сказал, батюшка сказал. А на Суде Божьем батюшке другое место будет. Там только Слово Божие будет командовать нами. Я им тоже говорю, пролетите, увидите, как мимо пролетит вас. Так, все понятно. Послушаем, кто-то еще, может, вопросы есть? Христос. Аллилуйя. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Вот хотела вас спросить, а вот как бы вы дали совет, вот то, что сейчас делается в Киевской Печерской лавре, какой бы совет вы дали монахам? Как вот им поступать в такой ситуации, которая сейчас сложилась? Где сложилась? В лавре? В Печерской лавре. В лавре? Да, да, да. Ну, я уже отвечал на это, ролик записанный. Поблагодарить, собрать себя все вместе и Зеленскому поклониться и сказать, благодарите меня, как царь. Потому что мы зарылись в землю, а ты нас вызвал оттуда, иначе нас Господь бы совершенно отверг. Он говорит, идите по всему миру, они не слушаются. И Господь посылает царя Кира. Израиль пошел в другую страну, за что? Благодари. И молитесь за царя, он говорит, для меня помазанник. В данном случае, он не какой-то у них правитель-то, но в данном случае абсолютно правильно. Делать нечего им там под землей. Кого хоронят? Как караулят? Трупы. Они не любят говорить трупы, мощи. Слово мощи отсутствует. Трупы. Иисус себя называет трупом. Где труп, там соберутся орлы. И когда читаем 12 главу апокалипсиса, говорит, которые с неба сошли два светильника, Еноха и Илья, и трупы их бросил на улицах. Трупы. Исказили свою речь. Они не знают, как правильно сказать. Трупы поклонники. Все. Если никого нет, отхожу. Трупы.